Ты говоришь Но не ищи во мне Егоричь и яда Не думаешь ведь ты Что плакать буду я Нет любви Довольно Не пугай, не больно Коль не любишь в рот Но что же здесь такого За коней, за пляс, за хор За гитарный перевор Я готов отдать Любовь Ах, понял я давно Что страсти не будет вечной Прощай, я ухожу Окончен разговор Я знаю, ждет меня Там табор мой беспечный И в тишине ночной Раскинутый шатер Нет любви Не пугай, не больно Коль не любишь, брось Но что же здесь такого За коней, за пляс, за хор За гитарный перевор Я готов отдать Любовь Та-ри-дай-да-ри-да, та-рай-дай-да-ри-да Та-ри-да-ри-да-ри-да-ри-да Спасибо. 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 Я не случайно хочу еще какое-то время подержать в руках гитару. Я не случайно начал передачу с этой песни, хотя, может быть, она не самая знаковая. Но, тем не менее, в этой песне, которую очень часто выдают за цыганскую, выдают с момента ее рождения, выдают в нотных сборниках, выдают артисты, в том числе великие артисты, как Петр Константинович Лещенко, который ее и сделал по-настоящему знаменитой. В этой песне, как ни поразительно, очень-очень просто, соединились две самые, на мой взгляд, главные мечты русского человека о цыганской жизни. Тема эта тоже громадная, тема эта неисчерпаемая, и, надеюсь, она никогда не исчерпается, потому что сочетание русской и цыганской музыки произвело на свет что-то совершенно фантастическое. В общем-то, во многом, это то, что мы сейчас называем русским городским романсом. А две мечты, о которых я сейчас говорил, в представлении, опять-таки, подчеркиваю, русского человека, это, во-первых, воля. Воля, о которой мечтали наши предки с незапамятных времен, о которой мечтаем мы до сих пор, и, видимо, будут мечтать всегда наши потомки, потому что понятие «Россия» и «воля» — это понятия, которые очень родные друг другу. Цыганская музыка и цыганский быт, то, как его наблюдали наши предки, давали пищу для этой мечты. Мечты о воле. И вторая мечта. Мечта о любви, которая не сдерживает ничто. Никакие надуманные человеческие бытовые законы. Любви, которая все побеждает. Любви, которая является единственной ценностью в жизни. Не случайно самым популярным произведением Пушкина при его жизни была поэма «Цыганы». Она и издавалась самым большим тиражом, пока был жив Александр Сергеевич. Сегодняшняя программа — это попытка соприкоснуться с цыганской музыкой в том виде, в котором ее могут подарить нам сегодня очень талантливые люди. И я сейчас с радостью приглашаю на сцену группу «Лойка». По традиции, в начале нашей программы я представляю всех участников Сергей Эрденко, Георгий Осмоловский, Михаил Савичев. Пара гнедых, запряженных зарею, Дождь и голодных и жалких на вид. Тихо придете вы мелкой рыссою И вызываете смех хуйных. Были когда-то и вы рыссаками, И кучеров вы имели лихи. Ваша хозяйка составилась с вами Пара гнедых, пара гнедых. Грек из Одессы, Еврей из Баршавы, Юный корнер и седой генерал. Каждый из камней любви и забавы И на груди у нее кса цепа. Где же теперь, как у новой богини, Ищете вы идеалы свои. Вы только вы и верны ей поныне Пара гнедых, пара гнедых. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обращаясь к любимому XIX веку, должен сказать, что нет, наверное, ни одного серьезного отечественного писателя, поэта, автора, литератора, который не отдал бы дань самой горячей любви цыганскому пению. В веке XIX, в веке XX, собственно говоря, ситуация не изменилась. Любой, даже простой обыватель, влюблен в цыганскую песню, но очень-очень мало на самом деле об этом знает изнутри. Сергей, то, что для тебя наиболее ценно, наиболее интересно, в сочетании цыганская песня, русский романс. Что такое в XIX-XVIII, скажем, веке цыганская музыка? Ведь как она рождается? Она рождается на стыках. Тоткие цыгане, это пришлые люди. Они появились в России в XV веке, стали известны в XVIII веке, потому что именно граф Орлов впервые привез во дворец Катерине группу цыган, их тогда называли еще лаутарами. Привез откуда? А привез из Молдавии по легендам, по историям всяким. Потом, в дальнейшем, это стал знаменитый Соколовский хор. Их увезли в Москву, и после этого все цыгане, все цыганские хоры стали именоваться московскими. Вот я думаю, что ж такое в XVIII-XIX веке? Как так случилось, что из народа, который старался обходить большие города, этот народ вдруг проник в эти города. И не просто проник, он стал частью русской культуры. А ведь до этого они были бродящие цыгане, и об этом писал и Пушкин, и эти были народ, которые лошади, медведи, это свобода, это воля, это дикость в пении, эти песни гортанные на цыганском языке. Но и попав в город, очень быстро цыгане адаптировались, да только сильно, что практически все репертуары, все песни, все романсы, которые они исполняли, они исполняли только на русском языке. 95 примерно процентов репертуара было на русском языке. Самое интересное, что, например, брат Толстого, двоюродный брат, который был женат на цыганке, он, переписываясь с Толстом, очень много вставлял туда слов на цыганском языке. Пушкин говорил по-цыгански, знал очень много слов. Даже говорил по-цыгански. Да, это есть какие-то записи, которые именно это преследуют. В Михайловском, в Пушкинских горах, там существует сейчас цыганская семья, или несколько цыганских семей они живут. Так они абсолютно точно уверены, что как раз рот простирается до тех, которые общались с Александром Сергеевичем. И самое интересное, что есть даже такие песни на цыганском языке, на русском языке, где пушкинский текст есть. Это песни таборные. Да, матушка вроде бы. Есть даже. «У лукоморья дуб зелен, золотая цепь над дубом». То есть очень много всяких таких историй. «У лукоморья дубом». «У лукоморья дубом» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Поэтому, если говорят, что такое цыгане во всем мире, говорят, это фламенко, говорят, это русские хоры и инструментальная музыка в Венгрии, но все равно основа этому относится к XVIII и XIX веку. Собственно говоря, в основном наша программа посвящена этому времени, потому что «Расцвет русского романса» — это конец XIX века русского городского романса. Очень чёрные, очень страстные, Очень жгучие и прекрасные Как люблю я вас Ох, как боюсь я вас Знать увидел и вас Я в недобрый час Не встречал бы вас Не страдал бы так Я бы прожил жизнь Улыбающись Вы Скупили меня Очи чёрные Унесли навек Мое счастье Скатерть Улыбающись Улыбающись Вы сгубили меня Очи чёрные Очень чёрные Очень страшные Очень жгучие И прекрасные Как люблю я Как люблю я вас Ох, как боюсь я вас Знать увидел и вас Знать увидел и вас Я в недобрый час 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 Где все За звене Шалопная Заны Детство памятных Напев Ты ли Друг мой милый Вон там звезда Одна горит Так ярко И мучительно Звезда звездою Говорит Грозня Меня мучительно Эх, и раз Да еще раз Да еще много Много, много, много Эх, и раз Да еще раз Да еще много Много раз Что ж мое И мое Рить его Сердечко Я увидел У нее На руке Колечко Колечко И пасом И пасом И пасом И пасоната Без возврата Без возврата Ты другому Отдала Без возврата Без возврата Эх, и раз Да еще раз Да еще много Много, 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 много Много Эх, ты еще раз Да еще много Много раз Много, много, много Эх, и раз Много, много Эх, и раз И раз Как эт Много Много Дэй Много Много Эх, и раз АПЛОСМЕНСКИ! Спасибо огромное. Я еще раз представляю для всех группу «Лойка» Сергея Орденко. Михаил Савичев. Георгий Осмоловский. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.